Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас такая немножко непривычная получилась сессия. Мы начали бродкаст, то есть вещание в прямом эфире, несколько раньше. Но ничего секретного здесь не происходило, так что мы даже рады, что вы присоединились к нашей такой неформальной беседе. Итак, как видите, собираемся из разных концов света, разговариваем здесь прежде, чем начать сессию. Но теперь уже время подошло, и мы теперь точно начинаем. Я еще раз хочу поприветствовать вас и поблагодарить за то, что вы присоединились. По организационным моментам у нас все то же самое. То есть сессия продлится где-то в пределах полчаса-сорока минут. По окончании ее можно будет задать вопросы в чате, можно задавать вопросы и в процессе. Я постараюсь письменно отвечать, а потом в конце задам Лилии Евгеньевне Веданшиной. И в принципе у нас все так же. Сертификаты и все материалы, слайды презентации, ссылка на запись через сутки после окончания сессии. А теперь я с огромным удовольствием передаю слово нашему спикеру, нашему докладчику и нашему большому другу, это Лилии Евгеньевне Веданшиной. Для тех, кто впервые присоединился к нашим регулярным сессиям, посвященным Кокрейну и Кокрейновской библиотеке, несколько слов о нашем спикере. Лилия Евгеньевна это уникальный человек, который делал очень много для того, чтобы сейчас вы и ваши коллеги и многие врачи, исследователи в области медицины в России имели возможность заходить в Кокрейновскую библиотеку и пользоваться результатами труда огромного числа Кокрейновских экспертов. Лилия Евгеньевна это профессор, доктор медицинских наук, директор Центра Кокрейнов России, профессор Роман По, Российская медицинская академия наручного непрерывного образования. Вот, ну что ж, тема у вас сейчас на экране, последние достижения золотого контакта качества доказательств и все то, что случилось в течение последнего месяца, какие-то новости с октября по ноябрь, этого сегодня получится коснуться, надеюсь. И я передаю слово Лилии Евгеньевне. Лилии Евгеньевне. Спасибо большое, Наталья. Я с удовольствием приступаю. С удовольствием приступаю. Итак, спасибо большое за представление. Я продолжаю. Вот в том тонике, как начала Наталья. Наталья работает от издательства Вайли для того, чтобы мы все с вами имели возможность пользоваться Кокрейновской библиотекой, дорогие коллеги. Ну и вторым слайдом по традиции Кокрейн заявляю об отсутствии какого-либо конфликта интересов и представляюсь, но Наталья меня уже представила. Большое спасибо, Наталья. Ну и одновременно этим слайдом говорю о том, для чего же мы как Кокрейн Россия работаем. Это сказано здесь, дорогие коллеги, для информационного обеспечения принятия решений, что очень важно. И именно информированные решения позволяют добиться многого в здравоохранении, в здоровье каждого человека. Третьим слайдом теперь уже традиционно, уважаемые коллеги, я с большим удовольствием показываю наш путь в нашем новом доме Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Здесь вы видите вот посередине, сверху вниз этот путь вам указан и красненьким указаны те даты, которые для нас являются определяющими. Начинается все с 21 года, с 19 января, приказом номер 9, когда приказом ректора был открыт Центр трансляции доказательных медицинских знаний Кокрейн Россия на базе Института методологии профессионального развития. Далее мы подали заявку в Кокрейн, которая получила одобрение, подписали соглашение, запустили официально в прошлом году, 3 декабря, Кокрейн Россия в его новом доме Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и очень много работали для того, чтобы Кокрейновская библиотека стала доступной. И вот 1 августа это состоялась национальная подписка на Кокрейновскую библиотеку для всех тех учреждений, которые получают доступ к различным периодическим изданиям, в том числе Кокрейновской библиотеке, с 1 августа этого года в рамках национальной подписки от Российского фонда фундаментальных исследований. И хочу здесь поблагодарить все руководство Академии, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, лично ректора, академика РАН Сычева Дмитрия Алексеевича за тот большой вклад, который был сделан в достижение этой цели и выразить надежду, что, конечно, нашими совместными усилиями, дорогие коллеги, мы с вами покажем очень хорошее, заинтересованное пользование, статистику пользования Кокрейновской библиотекой. И эта национальная подписка будет продлена на следующий год. Приглашаю вас к нам на сайт Кокрейн России, с которого вы очень много интересного можете почерпнуть. Если здесь присутствуют преподаватели, то много различных обучающих материалов для того, чтобы вам работать. Ну и вот план нашей этой сессии мы с вами будем говорить, конечно, в привязке к Кокрейновской библиотеке, потому что основная тема и мелодия это национальная подписка. Мы ответим с вами на вопрос, почему Кокрейн, ответим на вопрос, почему золотой стандарт и, конечно, взглянем на последние достижения и посмотрим вперед, дорогие коллеги. В первых словах, необходимо нам с вами отдать дань уважения, почета и памяти человеку, именем которого названа Кокрейновская библиотека, названа организация наша Кокрейн. Кокрейн организация, человеку, который имел мужество, имел высокий уровень профессионального стояния с тем, чтобы теперь уже в прошлом веке, уважаемые коллеги, критиковать своих соотечественников и не только соотечественников за все то, что происходило в области клинических испытаний. Вот здесь его уже крылатая фраза о том, которая фактически дает нам с вами определение систематического обзора, как Кокрейновского систематического обзора, уважаемые коллеги. Ну, далее, продолжая двигаться и вспоминая тех коллег, на плечах которых мы стоим, необходимо обязательно отдать также дань почета и уважения сэру Иэну Чалмерсу. Он и ныне здравствует, он стоял у истоков этой его идеи в создании Кокрейновского сотрудничества, как организации. Также создал сэр Иэн Чалмерс и библиотеку Джеймса Линда, и большой, очень интересный портал Testing Treatments International, и очень много работает и сегодня сэр Иэн Чалмерс. Очень интересно следить за его все новыми и новыми инициативами, благодаря которым сегодня из небольшой группы единомышленников в Оксфорте, в Оксфорском университете, где и сейчас находится сэр Иэн Чалмерс, вот Кокрейн представляет собой организацию, которая работает во всем мире, большую, международную, посмотрите, пожалуйста, на карту, работающую в официальных партнерских отношениях с Всемирной Организацией Здравоохранения. Это действительно глобальное сообщество единомышленников, которое объединяет более 100 тысяч членов, они работают более чем в 190 странах. Ну и вот слева в панельке представлена структура, здесь мы с вами об этом не говорим, все, кому это будет интересно, пожалуйста, приходите на наши обучающие мероприятия в РМАНПО, следите за объявлениями РМАНПО, ближайшие будут в рамках Большого Конгресса Всероссийского по непрерывному профессиональному образованию, ЗОНД, ЗОНД, который состоится в декабре, в начале декабря, наша сессия 3 декабря, дорогие коллеги. И вот с этой позиции, о наилучших доступных доказательствах, которые должны быть поставлены в национальный контекст для информационного обеспечения и принятия решений в политике и практике здравоохранения, в медицинской науке и образовании, и, конечно, быть использованы для просвещения граждан, мы будем выступать и говорить уже о деталях, уважаемые коллеги, на которых здесь я ни в коем случае не имею права остановиться. Будем говорить о доказательной медицине, которую впервые в 96-м году определил также единомышленник, соратник Дэвид Сакет, который работал в Канаде. И здесь вы видите, что доказательная медицина – это единство трех начал научных доказательств, личного клинического осуждения каждого конкретного врача и совокупности врачей в какой-то территории, конечно, при полном учете ценностей и предпочтений пациентов. То есть доказательная медицина – это не наука, это именно практика медицины, дорогие коллеги. Ну и далее, вот в этих вступительных словах, конечно же, нужно очень коротко сказать, почему систематический обзор, что это, собственно, такое. И на сегодняшний день, я думаю, вы все со мной согласны, ни у кого не вызывает сомнения, что систематический обзор – это самый эффективный способ оценки массива исследований. А все мы с вами сталкиваемся с массивами исследований. Вот на этой диаграмме вы видите, как Всемирная организация здравоохранения все больше и больше, здесь уже исторически представлен ракурс, использует систематический обзор к окраинской библиотеке и методологию разработки этих обзоров, разрабатывая свои документы, потому что это действительно самый эффективный способ, который представляет собой надежную основу для принятия решений. И не только в здравоохранении, не только по конкретному пациенту, но и для определения повестки будущих исследований, для определения, куда должно быть направлено финансирование будущих исследований. В этом колоссальная функция и роль к окраиновских систематических обзоров, почему они на сегодня остаются золотым стандартом качества доказательств здравоохранения. На сайте Кокрейн России вы увидите вот этот замечательный ролик четырехминутный, дорогие коллеги, я всячески вас призываю, где очень коротко, емко и очень креативно показано, что же такое систематический обзор за четыре минуты, дорогие коллеги. Подготовлен ролик в австрало-азиатском центре Кокрейн, мы в Кокрейн России сделали русскую озвучку, пожалуйста, познакомьтесь. Ну, а я хочу остановиться вот на этом левом нижнем секторе этого слайда и вот такую мысль обязательно озвучить, потому что зачастую у нас, я слышу на конференциях, при каких-либо дискуссиях термины систематический обзор и метаанализ используют как синонимы. Специально хочу обратить внимание, это не синонимы. Что такое метаанализ? Метаанализ это способ оценки массива данных, это фактически статистический инструмент, в то время как систематический обзор это специальная методология оценки массива данных, которая, систематический обзор может иметь в своем составе метаанализ как количественный вариант оценки этого массива, результатов массива исследований, а может и не иметь. Может иметь место синтез качественных данных, но при этом ключевую роль играет то, что систематический обзор представляет нам с вами критическую оценку включенных исследований, обосновывает, почему какие-либо исследования не включаются и позволяет управлять тем потенциальным смещением, которые есть всегда в любом клиническом испытании. И в этом великий вклад систематических обзоров, и поэтому как рейновские систематические обзоры являются золотым стандартом. Ну а метаанализ это как мясорубка, вот посмотрите пожалуйста ролик, если в эту мясорубку положить исследование плохого качества, то мы с вами увидим в итоге фарш очень плохого качества. Также и если мы с вами объединим результаты в метаанализе некачественных клинических исследований, допустим всех одновременно смещенных в какую-либо сторону, в угоду каких-либо интересов, то мы то самое и получим на выходе. Поэтому разница принципиальная, разница очень важная. Мы как рейн рекомендуем ее конечно всегда учитывать и не использовать эти термины взаимозаменяемо. Этим слайдом показываю вам легендарный систематический обзор, с которого все началось в Оксфорде. Антенатальные кортикостероиды для ускорения созревания легких плода у женщин с риском преждевременных родов. И вы видите, что вот эта мелодия лесовидной диаграммы отражена в логотипе Кокрейн, Кокрейновской библиотеки, Кокрейн Россия. Вот она, потому что кортикостероиды в те годы, когда это все начиналось, конец прошлого века, помогли спасти очень много жизней младенцев. Это было эффективное и недорогостоящее вмешательство уважаемой кортикостероиды. В то время, когда существовало очень насторожное отношение к использованию кортикостероидов. Ну и вы здесь видите последнее обновление этого систематического обзора 20-го года, которое обновление полностью подтвердило выводы 90-х прошлого века. И далее, дорогие коллеги, вот мы с вами живем в очень сложное время, время больших данных, время со всех позиций сложных. Но одна из мелодий нашего времени – это большие данные. И нередко большими данными так люди увлекаются, что считают, что вот операции с большими данными помогут решить все вопросы. Но на эту тему также существует много различных мнений и публикаций. И вот профессор Айда Сим, это профессор Калифорнийского университета, по праву в мире один из ведущих лидеров в области исследования больших данных. Она говорит о жизненно важном вкладе как Рейн через века, заключающемся в той мудрости, которую дает как Рейн на вершине этой пирамиды. Почему? Потому что представляет достоверную, доступную медицинскую информацию, полностью свободную от какого-либо коммерческого спонсорства и других конфликтов интересов. И поэтому решение становится лучше, дорогие коллеги. И продолжаю. Вот она, эта мудрость. Вот она, эта мудрость, о чем говорят представители наук о больших данных. То есть вот эта методология, как Рейн, она так ценна. Далее разбивается концепция пирамид и понимание с этих позиций того, что же такое систематические обзоры, как Рейн, систематические обзоры. Я здесь останавливаться не буду. Я приглашу вас, уважаемые коллеги, на наши семинары. Еще раз повторю, один из обучающих семинаров 3 декабря. Пожалуйста, следите за объявлениями Российской медицинской академии непрофессионального образования. Сделаю акцент на том, что тот вклад, как Рейновских систематических обзоров, максимальный, это возможности управлять смещением или систематической ошибки. Именно поэтому обзоры являются надежной основой для принятия решений. Итак, вот еще один слайд, который позволяет пригласить вас в наши истории всех наших обучающих семинаров. Все, что черным цветом, все проходили очно, в допандемийные времена. Далее начались пандемийные времена, уважаемые коллеги. Вот, ну и последнее выделено красным. Это то, куда мы вас приглашаем. Итак, мы пришли ко второму пункту нашей повестки дня. Почему же золотой стандарт? Хотя, в общем-то, об этом уже тоже говорили, но отвечая на вопрос, почему Кокреин. Еще уточним, почему золотой стандарт. Говоря о золотом стандарте, нужно сказать о той проблеме, которая существует на сегодня в академическом медицинском мире. А это проблема очень некачественных медицинских исследований, о которых один из основоположников Кокреинского сотрудничества еще в 94-м году говорил Дуглас Альтман. Тоже работал в Оксфорде, уважаемые коллеги. Вот это ссылка на эту его статью. И это легендарная фраза, которую я хотела бы дословно вам здесь перевести. Что мы должны подумать о враче, который использует неправильное лечение, либо сознательно, либо вследствие отсутствия знаний, или который использует правильное лечение неправильно, например, назначая неправильную дозу лекарства. Большинство людей согласятся, что подобное поведение непрофессионально, спорно, неэтично и определенно неприемлемо. Что бы тогда, должны мы подумать об исследователях, которые используют неправильные методы, либо сознательно, либо вследствие незнаний или мнежества, используют правильные методы неправильно, неправильно интерпретируют свои результаты, Докладывают о своих результатах выборочно, цитируют литературу выборочно и делают неоправданные, неподтвержденные выводы. Мы должны прийти в ужас. Однако многочисленные исследования в медицинской литературе, как в общей, так в специализированных журналах, показали, что все вышеперечисленные феномены распространены. Это действительно скандал. И вот эта статья об этом скандале и ее основной девиз, нам нужно меньше исследований, лучше исследований и исследований, которые делались по правильным причинам. Или, как мы говорим, в Кокрейн отвечали на клинический или здравоохронически важный, неотвеченный вопрос. Вот это стало девизом всей прогрессивной общественности сегодняшнего дня 21 века, в том числе, дорогие коллеги. Ну и вот, конечно же, мы все стремимся к научному идеалу. И наши коллеги в зарубежной части Кокрейн, вот они говорят, и не только Кокрейн, о научном идеале ссылаясь на Исаака Ньютона, который говорил, что если я увидел дальше, то это потому что стою на ключах гигантов. Конечно же, мы с вами отдали дань уважения нашим гигантам, основавшим Кокрейн и давшим, в принципе, эти все идеи миру. Вот, и я подобрала из отечественных ученых, мне очень понравившуюся фразу из нашего Николая Ивановича Лобачевского, всемирно известного за неепклидовую геометрию. Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Тогда только они могут служить прочным и достаточным основанием учения, писал Николай Иванович Лобачевский, и как будто давал определение вот тем самым результатам метаанализов, ясным, приведенным к наименьшему числу, на который мы с вами сейчас посмотрим с помощью вот этого слайда, уважаемые коллеги. Эта публикация в журнале Новой Англии стала также эпохально известной и легендарной, потому что в ней было показано вот здесь традиционная лесовидная диаграмма, вот это наименьшее число, итоговый ромбик, который показывает результат. А вот если кумулятивно показать все эти исследования, то здесь со всей определенностью видно, красная стрелка показывает, что после 1977 года вот эти все исследования были не нужны, потому что эффект пользы от стрептокиназы, внутривенно введенной при остром инфаркте миокарда, вовремя, конечно же, был безусловно показан. Но исследования, как мы с вами видим, продолжались в этом исследовании, как минимум до 1988 года. И что это значит? Что более 16 тысяч пациентов с инфарктом миокарда получили плацепо? И, вероятно, некоторые, а может быть, и многие погибли, уважаемые коллеги. Ну и вот, конечно, такая ситуация, она не может не тревожить, то есть этот скандал некачественных исследований в медицине, он продолжается. Редакторская статья журнала Nature в мае 2021 года, все еще бушует пандемия по всему миру, показывает нам размах этой проблемы. Посмотрите, пожалуйста, если в 2010 году публиковалось около 11 систематических, только систематических обзоров в год, сколько должно быть исследований, В 2019 году цифра превышает 65, а далее с началом COVID наступает действительно инфодемия. И мы с вами совершенно четко можем понимать, что ни врачи, ни политики, ни кто-либо другие, отчаянно нуждающиеся в авторитетных обзорах доказательств из всего того, что есть, не могут найти то нужное, на что они могут надежно опереться для принятия решения. Вот вам выпиющий пример, пример с гидроксихлорохином в пандемию. Посмотрите, пожалуйста, как много исследований, это вот приведено здесь же, рядом с редакционной статьей Nature. И мне очень приятно сказать, что эти данные получены в Кокрейн, Франция, они ведут эту большую базу данных. А вот, пожалуйста, Кокрейновский систематический обзор об эффектах хлорохина или гидроксихлорохина для профилактики COVID, которые при продолжении, вот он уже опубликован, уважаемые коллеги, а исследования, вот эта дата его публикации, все продолжаются и продолжаются и не уменьшаются в числе. Было показано, безусловно, что не снижает смертность, не уменьшает число людей, кому необходима искусственная вентиляция легких, дает больше нежелательных эффектов. И авторы думают, что не следует начинать какие-либо новые исследования с гидроксихлорохином. Ну, а я хочу показать вам вот то, что мы делаем в Кокрейн России. Мы переводим резюме Кокрейновских обзоров на русский язык. Мы приветствуем всех волонтеров, благодарим всех волонтеров, приветствуем, приглашаем к сотрудничеству. Вот эти translation notes вы видите здесь в интерфейсе Кокрейновской библиотеки. Здесь ваши имена будут отражены. Кокрейновской библиотеке, уважаемые коллеги, это большой вклад, в котором вы действительно помогаете людям принимать правильные решения. Ну и вот на этом примере мы можем с вами быть солидарными с авторами редукционной статьи журнала Nature о справедливости призыва Арчика Кокрейна 50-летней давности, о том, что решения, конечно же, даже не должны основываться на строгих доказательствах. И сегодня в период, и в эпоху инфодемии это важнее, чем когда бы то ни было. Поэтому ценность Кокрейновской библиотеки на сегодня никто не подвергает сомнению, уважаемые коллеги. И вот этим слайдом я с большим удовольствием показываю вам, как Кокрейновская библиотека растет от года в год. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь я сохранила показатели 2018 года за 2017, 2019, за 2018. И вот, наконец, показатели импакт-фактор 2021 года, который доступен сейчас. Вы видите неуклонный рост. То есть это такой очень высокий интерес. Все, кто интересуется показателями наукометрии, а всему преподавательскому составу приходится, потому что это наши отчетные с вами показатели, уважаемые коллеги. Таким образом, в 2021 году каждые 6 минут цитировали Кокрейновский обзор в мире. Это очень высокие показатели, уважаемые коллеги. Ну и вот давайте мы очень быстро пробежимся по Кокрейновской библиотеке. Это ее интерфейс сегодня, как минимум утром, если сейчас не поменяли. И здесь стоит обзор, который самый, по мнению главного редактора, важный на сегодняшний день. Это поддержка грунтного вскармливания. Мы все это рассмотрим, дорогие коллеги. Также антидепрессанты при артрите и биомаркеры, которые используют в режиме реального времени по месту оказания медицинской помощи. Вот посмотрите, пожалуйста, если мы с вами зайдем сюда, в Кокрейновские обзоры, то мы с вами можем их посмотреть, мы можем привести поиск, можем посмотреть отдельные номера, можем посмотреть редакционные статьи, специальные коллекции, уважаемые коллеги, дополнительные материалы, например, тезисы Кокрейновских коллоквиумов и почитать о том, что же это такое. Далее, если мы с вами... Да, вот они эти, highlighted reviews, это то, что редакторы Кокрейновской библиотеки рекомендуют более всего самые свежие, самые современные, то, что имеет особенную значимость. Далее, если мы с вами посмотрим вот на эту следующую вкладочку, испытания. И вот здесь хочу сказать еще о том, что содержит Кокрейновская библиотека. Не только ту вот базу данных, Кокрейновских обзоров, которые мы только что с вами посмотрели, что это основной вклад, конечно же, но и самую большую базу данных в мире, базу данных Central, содержащую клинические испытания, которые поддерживают все сообщество Кокрейн. Очень ценная база, уважаемые коллеги. Далее, клинические ответы. Это новая разработка, новый продукт, предоставление доказательств мировой общественности. Каждый клинический ответ отвечает на конкретный клинический вопрос по материалам того или иного или нескольких Кокрейновских систематических обзоров. Вот это оно. Далее вы, конечно, можете почитать очень внимательно о Кокрейновской библиотеке во всех деталях. И сегодня организован центральный процесс подачи систематических обзоров. Обо всем почитайте, пожалуйста, здесь. Вот информация для авторов. Можно присоединиться к этому очень большому, серьезному движению и, конечно, колоссальной работе, уважаемые коллеги. Ну и получить помощь по всем вопросам тоже можно здесь. Вот так устроена Кокрейновская библиотека. И, конечно, на специальных тренингах мы с вами можем конкретно это все в режиме реального времени изучать, дорогие коллеги. Ну и мне очень приятно сказать вам о том, что наша аудитория, российская аудитория, когда началась пандемия, когда всех нас с вами посадили, вот, а сейчас что-то вот опять пошли, пошла информация о увеличении заболеваемости. Россия была на первом месте в первом квартале 2000 года по обращению к Кокрейновскому резюме. Это замечательный результат. Я благодарю всех и призываю всех, конечно же, читать. Вот здесь по использованию Кокрейновской библиотеки мы на пятом месте. Вы видите РУ, это статистика Кокрейн и издательство Вайли. Однако здесь есть наивысший прирост, прирост за вот 9 месяцев в использовании Кокрейновской библиотеки. Мы надеемся, что наша инициатива по доведению Кокрейновских доказательств через страницы Википедии вносит в этот вклад. Также вот хочу показать вам, дорогие коллеги, как нас с вами становится все больше и больше членов Кокрейн, сторонников Кокрейн, всех, кто вносит тот или иной вклад в Кокрейн. Вот представлены цифры. Посмотрите, пожалуйста, общий счет наверху в красном цвете и под нашим странам, бывшим республикам Советского Союза. Ну и вот за последний период Доба, Молдавия и Успекистан дали наивысший прирост по числу лиц, которые из этих стран зарегистрировали свои Кокрейновские личные кабинеты, а соответственно могут участвовать во всех Кокрейновских инициативах, уважаемые коллеги. Ну и вот это сотрудничество наших с вами стран, оно, конечно, является ключевым. Показываю вам церебрализиновый наш обзор, с которым мы живем уже более 10 лет, обновляем, более 6 обновлений есть. И сейчас поработали над последним, еще, ну, надеемся, что не последним, следующим обновлением. Вот эти все обновления вы видите здесь. В последнем обновлении нам удалось показать, ну, в смысле, мы показали, потому что такие были данные, уважаемые коллеги, то, что церебрализин, мало того, что показали мы раньше, это было ранними обзорами отсутствия пользы церебрализина при остром ишемическом инсульте. Вот здесь совершенно безусловно на основании данных исследований, клинических, проведенных в том числе при участии фармацевтических компаний производителей, видно увеличение не смертельных, но серьезных неблагоприятных событий при использовании церебрализина. Вот, посмотрите. А в подгруппе вот особой дозы церебрализина почти в три раза, если все объединить вместе в два раза. Это серьезные неблагоприятные события по классификации конференции, по гармонизации. Это крайне неприятные вещи. Это госпитализация, это инвалидность, это то, чего никто никак не захотел бы, уважаемые коллеги. Ну, и вот в традиционной лесовидной диаграмме видите, вот здесь трехкратное увеличение, здесь всеобщее двукратное увеличение, и вот эта доза 30 миллилитров в течение десяти. Не в двух международных многоцентровых исследованиях, проведенных компанией производителем. Это, безусловно, показано, уважаемые коллеги. Ну, и вот мы с вами подходим к последним достижениям, среди которых, конечно, безусловный вклад, как Рейн, в информационное обеспечение всего того, что происходило во время пандемии. Посмотрите, пожалуйста, в специальные коллекции, которые доступны абсолютно свободно всем в Кокрейновской библиотеке. Это новые обзоры, быстрые обзоры, это банк обзоров разработанный, это вызовы ученых граждан для того, чтобы пополнять коллекцию Централ, самую большую коллекцию клинических испытаний, и, конечно, многоязычие, уважаемые коллеги. Вот они, специальные коллекции, вот они, отдельные обзоры, их становилось все больше, они отвечали по мере прогрессирования пандемии на все те вызовы, которые пандемия бросала миру. Это экспресс-тесты диагностические, вмешательство по жизнестойкости людей, по психическому здоровью, борьба с аэрозолями, физические меры прекращения распространения респираторных вирусов, так много споров, поэтому было во всех пространствах. Новая тема вакцинации, она тоже уже затронута, понятно, что сейчас еще не накопились необходимые исследования, но вот уже эти исследования есть. И вермиктин для профилактики лечения COVID, этот обзор набрал наибольшее число цитирований, уважаемые коллеги, но для нашей с вами среды он не так важен, а для большого мира очень важен. Системные кортикостероиды крайне важны для нас, пожалуйста, обратитесь в библиотеки плазмовыздоровевших, также антибиотики крайне важны для нас, посмотрите, когда ими есть смысл пользоваться на основе доказательств, ремдосевир и другие противовирусные средства. Ну а я обращаю внимание, уважаемые коллеги, вот я прощелкиваю на русскоязычный функционал Кокрэйновской библиотеки, Кокрэйновской резюме Кокрэйновских систематических обзоров переводится на 13 языков, сами обзоры переводятся дополнительно еще на испанский язык, и Кокрэйновская библиотека в полном объеме существует на испанском языке, вот, но вы можете с Кокрэйновской библиотеки подчерпать русскоязычный функционал. Конечно, не все мы успеваем переводить, поэтому поиск на английском языке даст значительно больше результатов и будет более богатый, но уже и русскоязычный функционал крайне полезен, и я очень вам его рекомендую. Посмотрите, пожалуйста, антикоагулянты профилактические у пациентов госпитализированных с COVID-19, средства блокирующие интерлигеншисть, все самое последнее новое. Вот этот обзор об антикоагулянтах у нас выполнен также в виде подкаста на русском языке, то есть вы можете слушать, в это время быть в метро, гулять, то есть вот информацию потреблять и альтернативными способами без участия глаз на русском языке, уважаемые коллеги. Ну и вот, собственно, последние достижения, которые я вот в эти последние дни сгруппировала сюда специально, переводя для вас последние самые, вот самые свежие обзоры, уважаемые коллеги. Итак, поддержка здоровым кормящим матерям, здоровых доношенных, новорожденных. На сегодня вот этот обзор Кокройневская библиотека сама выдвигает как самый основной. Данные актуальны на 11 мая 2021 года, то есть меньше года потребовалось для обновления этого обзора. И посмотрите, пожалуйста, 116 рандомизированных контролируемых исследований, 42 страны, почти 100 тысяч женщин и их младенцев приняли в этих исследованиях в совокупности участия. И из 103 исследований данные были объединены в метаанализы, а, соответственно, из остальных данных были использованы для анализа качественных данных, уважаемые коллеги. Ну и еще раз обращаю внимание на русскоязычный функционал. Посмотрите, пожалуйста, здесь, что безусловно показано, что предоставление женщинам дополнительной организованной поддержки позволяет, помогает им кормить грудь у своих детей дольше. А на сегодня показано, что чем дольше женщина кормит, до двух лет рекомендую Всемирной организации здравоохранения, до шести месяцев только исключительно грудное вскармливание. Тем лучше это для здоровья и для будущего развития ребенка, для здоровья самой матери. Обращаю внимание, дорогие коллеги, вот Translation Notes, где вы можете увидеть тех переводчиков и редакторов, которые работали над каждым резюме. А вот здесь возможность открыть обзор. И сейчас, пока у нас есть национальная подписка, я призываю вас пользоваться этой кнопочкой, выходя с IP-адресов ваших учреждений и знакомиться с полным текстом обзора с диаграммами. Далее, вот также на сегодня самые актуальные антидепрессанты при остеоартрите, тазобедренного и коленного суставов. Ну, я принадлежу к большой семье клинических фармакологов. Уважаемые коллеги, мы клинические фармакологи хорошо знаем, что антидепрессанты для чего только не используют. Вот здесь хочу обратить внимание на то, что во всех обзорах, вот вы видите, здесь подчеркнула и обращаю внимание, всегда показывается прямо вот под фамилиями авторов и их декларации о конфликте интересов. Ну и вот говорится о том скромном вкладе, который антидепрессанты потенциально вносят в лечение остеоартрита, тазобедренного и коленного сустава. Приглашаю посмотреть полный весь обзор, посмотрите очень маленькие цифры, но прием антидепрессантов люди прекращают раньше из-за побочных эффектов. Вы опять же можете открыть полный обзор, ну и использовать наш русскоязычный функционал. Уважаемые коллеги, познакомиться с переводчиками. Следующая антифибринолитическая терапия при аневризматическом субарахноидальном кровоизлиянии. Очень важный обзор. Это какие лекарственные средства? Это трениксамовая кислота, эпсинамин, капроновая кислота. Вот мы с вами видим немножко разные названия самого обзора в Кокрейновской библиотеке и Кокрейновской же библиотеке или на сайте как cochrane.org резюме на простом языке. То есть здесь более простыми словами представлена эта тематика. Лекарства, препятствующие растворению кровяного сгустка, антифибринолитическая терапия, объяснение для улучшения восстановления после субарахноидального кровоизлияния в результате разрыва аневризма, который называют аневризматическим. Посмотрите, пожалуйста, здесь тоже очень впечатляющее число участников для такой патологии 11 исследований. Почти 3000 человек приняли участие в общей сложности в этих исследованиях, которые проанализированы этим обзором. И качество доказательств здесь средней или высокой, уважаемые коллеги. Доказательства очень важны, поэтому этот обзор выдвинут вот самый свежий, как важный. Антифибринолитическая терапия действительно снижает риск повторного кровотечения, но не повышает выживаемость или шанс быть независимым в повседневной деятельности. Авторы пришли к выводу, что нет доказательств в пользу рутинного назначения антифибринолитической терапии людям с субарахноидальным кровоизлиянием. Уважаемые коллеги. Вот таким образом. Следующий, также крайне важный обзор с сегодняшнего дня. Вот он только 17 октября опубликован, поэтому, естественно, мы с вами в октябрьской сессии его не видели. Вот он сейчас, и он сейчас фитчет, то есть предлагаем для рассмотрения. Биомаркеры, как тесты в месте образования помощи или в режиме реального времени для решения вопроса назначения антибиотиков пациентам с остальными респираторными инфекциями первичной помощи. Не секрет, что назначение антибиотиков первичной помощи при респираторных инфекциях это большая проблема здравоохранения всего мира, уважаемые коллеги. Ну и вот они ключевые сообщения. Посмотрите, пожалуйста, я их читаю вам дословно. Они слишком важны. Когда пациент приходит на прием к врачу с симптомами инфекции дыхательных путей, используемый врачом во время приема тестов на цирреактивный белок в режиме реального времени, вероятно, снижает число пациентов, которым назначают антибиотик, без влияния на выздоровление пациентов. То есть сделали очень быстро в режиме реального времени тест на цирреактивный белок и поняли, что назначать антибиотики нельзя. Это очень важно. С прокальцитамином эта история не срабатывает, но и показаны также направления для будущих исследований. Уважаемые коллеги, вот он наш перевод на русский язык. Следующий также указанный в выделенных обзорах. Обзор очень свежий. Это от 10 ноября даже обзор. Физические упражнения для госпитализированных пожилых пациентов с острыми состояниями. Здесь указан контингент. 24 исследования, почти 8 тысяч человек. Преимущественно женщины среднего возраста от 73 до 88 лет. Это, конечно, самый уязвимый контингент, уважаемые коллеги. И вот здесь идет речь о том, что физические упражнения в больнице, вероятно, принесут пользу. Вот, извините, пожалуйста. И точно, вероятно, не приносят вреда. Во всяком случае, не обнаружили повышение риска падения у пожилых. Риск падения – это самый основной риск, и в том числе риск смерти этой категории пациентов. Уважаемые коллеги. Ну и вот еще один также очень интересный обзор вмешательства по совместному принятию решений у людей с психическими выливаниями. Видите, какая постановка вопроса. Буквально от 11 ноября только опубликован и систематический обзор. Он также рекомендован к чтению, как наиболее важной, уважаемой коллеги. Вы можете его видеть на русском языке, его резюме. И, пожалуйста, почитайте самостоятельно. А я перехожу к заключительным словам, дорогие коллеги. Пробегаясь по страницам уже не Кокрейновской библиотеки, а сайта, общего сайта организации «Кокрейн» и «Кокрейн Россия». Объявлен Кокрейновский коллоквиум 23-го года. Это очень приятно. Он будет проходить в Лондоне, в Центральном Лондоне 4-6 сентября. Вот здесь обращаю внимание, кто пойдет на этот сайт. Если вы нажмете на этот треугольничек, вы видите, здесь нет русского языка, так много языков, 13, на которые переводится. Русский язык по алфавиту выпадет, когда вы нажмете на этот треугольничек. Вы можете прийти на сайт «Кокрейн Россия», где вы увидите на русском языке это же объявление, уважаемые коллеги. И это будет первый коллоквиум, после коллоквиума 2018 года, который пройдет очно после этой пандемии, которое так серьезно повлияло на все в этом мире, уважаемые коллеги. Поэтому вот запомните дату. И, пожалуйста, приходите на сайт «Кокрейн Россия», чтобы со всем этим познакомиться дословно. Ну и также вы увидите на общих страницах «Кокрейн» эту новую и очень важную тему об устойчивом здравоохранении и, в частности, через депрескрайбинг, отмену тех или иных лекарственных средств. Это специальная коллекция, которая практически переведена на русский язык. Она, вот он, русский язык, она пока недоступна как коллекция на русском языке, но будет обязательно доступна. И я хочу здесь сделать анонс о мероприятии «Нуденосора», которое пройдет в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в мае месяца 2023 года, где мы будем подробно все это обсуждать. Пожалуйста, следите за нашими объявлениями и присоединяйтесь ко всем инициативам. «Кокрейн», «Кокрейн Крауд» — это классификация исследований. Вы внесете вклад в эту самую большую, величайшую базу данных клинических воспитаний и центров. «Таск Эксченж» — поможете всем, чем угодно, в том числе и переводами, конечно, наши переводы. Ну и «Кокрейн» — обзоры в мире, в мире, в котором мы с вами сегодня живем, а это мир после правды. Это мир или эпоха фейковых новостей. Вот это было сказано на последнем очном коллоквии на «Кокрейн». Эти обзоры крайне важны, потому что игнорированные доказательства приводят к предотвращаемому вреду, а отказ признавать неопределенность означает, что мы не получим лучших доказательств, уважаемые коллеги. И мы эту мысль несем во все наши ключевые аудитории, всем заинтересованным сторонам, представленным на этом слайде. Мы говорим о том, что мы сегодня стоим на плечах гигантов. Это основатели и руководители Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Здесь вы видите скриншоты нашего запуска от 3 декабря прошлого года. Вот 3 декабря этого года будет наш тренинг в рамках Большого российского форума «Зонт». Пожалуйста, присоединяйтесь, дорогие коллеги. Ну и заключаю я тем, что систематические обзоры к окраинской библиотеке несомненно относят основы, полагающие вклад в обеспечение правильности выбора решений здравоохранения, медицинской науки и образования. Ну а, конечно, в каждом конкретном клиническом случае решения должны быть практика и доказательная медицина, определение, которое мы с вами вспоминали, по Дэвиду, Сакету, дорогие коллеги. Приглашаем ваш на нас в сайт. Я благодарю всех и буду рада ответить на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Спасибо огромное за прекрасную подпределекцию. Смотрим вопросы. Так, вот вопрос от Елена. Добрый день. Можно ли проводить наукометрические исследования с использованием существующего интерфейса, если он существует? Что можно проанализировать с помощью существующего инструментария? Ну, если думать о наукометрических исследованиях, Наталья, это, я думаю, что, да, естественно, если вы зайдете в любой Кокрейновский обзор, я обращаю вас опять, коллеги, в Кокрейновской библиотеке. У каждого Кокрейновского обзора есть показатели Allmetric, где вы можете увидеть совершенно четко все те ссылки, которые уже будут на него, сколько раз в социальных сетях обратились к тому или иному обзору. То есть можно, конечно же, очень можно проводить эти исследования, можно посмотреть какой-то обзор, вопрос исследовательский, допустим, сравнить обзоры вмешательств, но лучше всего, конечно, в какой-то конкретной области, потому что иначе необъемная получается база для исследования. В какой-то узкой области вопросы вмешательств, таких против других, посмотреть, как меняются эти наукометрические показатели, от чего зависят наукометрические показатели, от, допустим, качества включенных исследований, от давности включенных исследований. Тут много параметров, которые можно отследить, я думаю, конечно, можно проводить. Но главное поставить правильный вопрос, на который хотите получить ответ. Да, очень сильное замечание, это, кстати, правда. Спасибо. Следующий вопрос. Каков процент резюме на русском языке в обзорах? И как принимается решение о необходимости перевода на русский язык из того или иного? Процент. Но в целом могу сказать, что если целиком на английском языке, то есть на языке оригинала, как Рейнерская библиотека, содержит немногим больше 8000 обзоров на сегодняшний день, как рейнерских обзоров, с протоколами это 10 000, то мы уже перевалили за 3000 обзоров, резюме которых переведены на русский язык. При этом могу сказать, что 3000 это не полная цифра, это на самом деле переведено значительно больше, просто некоторые обзоры обновляются, и вы можете увидеть значительно больше переводов на русский язык, но может быть каким-то вновь обновленным обзором еще будет перевод предыдущей версии, потому что вот это обновление происходит очень и очень быстро. Как принимается решение относительно того, что переводить? Мы, конечно, стараемся охватить все самое свежее, последнее, вот, однако мы также следуем и каким-то клиническим, научным интересам наших волонтеров-переводчиков, дорогие коллеги, если к нам приходит молодой человек, ну, разные люди к нам приходят с каким-то конкретным интересом, ну, условно, например, приведу такой клинический ординатор, специализирующийся в области, допустим, неоматологии, то такому переводчику мы будем стараться подбирать для перевода именно обзоры, связанные с вопросами неоматологии, ну, и так по любой области. Я ответила на вопрос, да, может быть, я какую-то часть об этом не хотела? Да, 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 то есть практически, ну, почти 30% переведено, вот, да, да, и то, что интерес в том числе и переводчика учитывается при выборе тематики, это да, тоже все понятно, да. Спасибо. И еще один вопрос. Леонид Евгеньевна, каким образом новые исследования добавляются в Крым, в Крым, в Крым-классе, в Крым-классе, то есть, которые называются оригинальные исследования, они могут быть представлены первоочередно, речь об исследовании в странах какого-то советского пространства? То есть, видимо... Видимо, насколько я понимаю, речь о том, чтобы, есть ли возможность группе экспертов со стороны опубликовать свой косметический обзор. Возможно. Поправьте меня, пожалуйста, Максим, если я не правильно. Каким образом новые исследования добавляются в ОПЭ-младерию? Они могут быть представлены? В первую очередь, в следующем исследовании в странах по советскому пространству. Спасибо. Поняла. Спасибо большое. Но я думаю, что есть смысл разделить этот вопрос на два. Как добавляются систематические обзоры? Вот мы сейчас как раз переживаем, как Рейн, такой переломный момент, когда как Рейн некоторым образом усовершенствует свою систему разработки как Рейновских обзоров. В ответ всем вызовам старается сделать это значительно быстрее. Вот если раньше как Рейновские обзоры заявлялись в конкретную группу и как Рейн вот устроен кроме групп по географическому принципу, он также состоит из групп по тематику. Различные клинические области, допустим, по холоректальному раку группа, группа по психическим заболеваниям, группа по инсультам, группа по инфекционным болезням и таких групп много-много. Сейчас такие более мелкие группы объединяют сектора и организован специальный центральный редакцион, центральная редакционная служба. И она приглашает к тому, чтобы обзор мог бы быть туда подан практически как в любой журнал. Но все-таки это как Рейн, это как Рейновская библиотека. И, конечно, начинать нужно с предложения центральному сервису. То есть вот не обязательно группе, а центральной службе. Название. Начать обязательно надо с протокола. Без протокола обзор невозможен. Протокол, а затем обзор. Ну, почему нужен протокол? Это опять-таки большая тема для обсуждения. Я опять же приглашаю на наши обучающие мероприятия. Вот, то есть это таким образом. А если попытаться рассмотреть этот вопрос, как исследования в нашем постсоветском пространстве, не систематические обзоры, а как исследования попадают, как Рейновские систематические обзоры, можно вот так понять этот вопрос. То нужно сказать, что при выполнении любого, как Рейновского систематического обзора, авторы и редакционная группа, ну вот теперь это будет и центральная команда, центральная служба, группа поддержки, которые прилагают все усилия, чтобы не пропустить ни одно исследование, проведенное в мире, а значит, то есть все человеческие жизни, здоровье, которые были, ну, которые внесли вклад в то потенциально новое знание, чтобы они не были пропущены. И поэтому делаются вот эти тщательнейшие систематические поиски, в том числе и вот, ну, мы много помогаем проводить поиски в илайбрари, связываемся с какими-то библиотеками на территории Российской Федерации, когда нужны бывают какие-то отечественные исследования, опубликованные только на русском языке. Здесь я хочу поблагодарить вот эту библиотеку Российской Медицинской Академии природного и профессионального образования, которая помогала не один раз найти такие исследования, которые могут найтись условно в PubMed Search, в поиске по PubMed, но не быть доступными для того, чтобы критически оценить это исследование, если оно соответствует критериям приемлемости, экстрагировать оттуда данные. Вот это ответ, если вот так понять этот вопрос. Я надеюсь, что я... Да-да-да, здесь как раз Максим написал уточнение, да. То есть вот есть некоторые массивы исследований, которые могли бы быть интересны с научной точки зрения в практическом здравоохранении. То есть вот куда прийти, куда обратиться, в каком-то организации, в каком-то России, да, вот чтобы заявить об этих массивах исследований, которые действительно могут быть полезны. Возможно, уже добавка существующим обзором, может быть, это тема для нового обзора. Куда обратиться? Ну, я думаю, что прежде всего в этом, собственно, функция географических групп. Пожалуйста, обращайтесь к нам в Кокрайн-Россия. Вы найдете на нашем сайте адрес. Напишите нам, мы, безусловно, вам ответим. И если будет необходимость, свяжемся с вами по телефону, по Zoom, любыми другими на сегодня доступными виртуальными технологиями. Или если совсем будет все удачно, и мы окажемся в одном месте, можно и встретиться, и все обсудить. То есть Кокрайн максимально открыл свои двери. Действительно, раньше это был некий, все-таки, ну, говорили так, элитарный клуб исследователей. Вот, максимально открыл двери с тем, чтобы отвечать на все животрепещущие, но нужные вопросы для исследований. Очень хорошо понимая, что слишком много ненужных исследований и слишком много незначимых вопросов. Вернее, тогда, когда вопросов нет, а исследования проводятся. Да, да. Все, понятно. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Евгеньевна. Смотрю вопросы. Больше вопросов нет. То есть в чате, вы заметили, я публиковала по ходу дела какие-то полезные ссылки от Натальи Николаевны Евгеньевны. Браво спикеру. Важное содержание донесено в блестящей форме. И много других спасибо, много благодарностей Лидии Евгеньевны. От души спасибо большое за прекрасное выступление, за прекрасную лекцию. Как всегда, все четко, понятно. И такие акценты, даже не будучи специалистом, хочет изойти в Кокрайнскую библиотеку и прочесть. Как минимум резюме на простом языке. Просто прекрасно. Спасибо большое. Ну что ж, будем, наверное, заканчивать. Большое спасибо, Наталья. Я хочу поблагодарить за вопросы. Вопросы, очень приятно было на них отвечать. И действительно, большой интерес виден. Большое спасибо, дорогие коллеги, за ваши вопросы, за внимание, за участие. Спасибо. Да, да. Прекрасная получилась сессия. Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего вебинара. На этом мы с вами прощаемся. Материалы вы получите. Вот. И надеюсь, что до новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok